Троссовые разделительные ограждения показали свою эффективность во время дорожной аварии в Челябинске. Столкновение Киа и Ауди с последующим переворотом кроссовера попало на съемки уличных камер наблюдения. Накануне в третьем часу по полудни пересечения университетской набережной и улицы Чечерина в Челябинске не поделили две легковушки. 60-летний водитель Вишневой Киа, разворачиваясь на этом перекрестке, не пропустил движущийся в прямом направлении по набережной Ауди. В результате столкновения кроссовер потерял управление, ударился в тросы и перевернулся. За рулем Ауди находился 21-летний водитель. Как рассказал городскому порталу, живущий рядом с этим перекрестком мужчина, он услышал грохот и выглянул в окно. К перевернувшейся машине уже подбегала девушка. Водителю помогли выбраться, он сам стоял на ногах. «Я хотел было взять аптечку и спуститься к ним», — говорит очевидец, — «но увидел, что все обошлось без серьезных травм». Вскоре прибыли пожарка и три скорой помощи. В ГАИ Челябинска сообщили, что это ДТП, к счастью, обошлось без пострадавших. Виновным в произошедшем назвали водителя Киа. Однако и молодой пилот Ауди в этой ситуации действовал непрофессионально. Выехав на перекресток по второму ряду, он зачем-то стал перестраиваться в третий, а чуть позже, видимо, пытаясь избежать столкновения с Киа, и в четвертый. Водитель же вишневого седана не ожидал таких перестроений, также попытался уйти в самый левый ряд, чтобы пропустить несущийся кроссовер. Но главное, что обращает на себя внимание, это эффективность тросового ограждения. Если бы неуправляемая Ауди вылетела навстречку, без пострадавших это происшествие точно бы не обошлось. А она бы вылетела, произойдя это столкновение в Екатеринбурге, где о таких тросах пока только говорят, но повсеместно везде устанавливают, хоть и металлические, но хлипкие заборчики. Продолжение следует...